отряд термиты из оптера называют их часто белыми муравьями ну вот термиты муравьи и пчелы это известные общественные насекомые но они разного совсем происхождение термит родственны тараканам по некоторым классификациям есть отряд таракановые куда входят тараканы и термиты но они явно от них происходит в общем грубо так говоря термиты это тараканы которые решили вести образ жизни муравьев то есть строить термитники похожесть на муравьев чем заключается строят большие постройки имеют кастовое общество имеет социум развитые вплоть до того что там у них разные группы отличаются в зависимости от функции колонию поддерживают как и у муравьев недоразвитые в половом отношении особи то есть большая часть мы про все кроме самки там не размножаются а внутри есть одна единственная мать всех этих ребят в принципе у муравьев абсолютно также устроена в то же время на самом деле отличия резкие то есть все эти отличия вызваны именно вот этим образом жизни что живут значит собственных постройках термиты в общем-то тупее термиты отряд насекомых с неполным превращением муравьи представители перепончатокрытлых это совсем другой отдел насекомых и перепончатокрылые более высокоразвитые несмотря на то что термиты дошли даже до сельского хозяйства тоже как муравьи все-таки они отстают то есть это тоже цивилизация термитов но менее развитой чем цивилизации муравьев но помимо всего прочего более такой высокий уровень муравьев в чем проявляется они в умеренной зоне живут тоже а термиты только в тропиках это тоже признак таскать не различные насекомые вышли из тропиков поэтому естественно менее развитые в тропиках живут термиты могут проникать примерно до юга украины и в отапливаемых зданиях могут встречаться в принципе и в гамбурге но там они уже совсем слабые той силы которые в тропиках конечно они не имеют две с половиной тысячи видов термитов размеры различаются в зависимости от касты но такой полноценный термит полтора сантиметра где-то рабочие обычно меньше даже раза наверно в 2 термитники в одном городе которые они построили может быть до миллиона и даже больше то есть вот этот вот большой город термитов там миллион населения если даже столько брать самих термитов там много еще всяких других насекомых то есть как вот во всяких наших городах там у нас ходят люди до москве допустим бегают кошки собаки вот у них тоже значит основное население термиты но еще куча всяких домашних местных насекомых которые тоже там питают в общем там дело серьезное в то же время весь этот миллион человек произошли все от одной матери которая где-то там у них внизу в самом таком священном помещении там охраняемым отапливаемым в самых лучших условиях там где-то находится одна их единственная мать которая непрерывных всех рождает перед тем как сделать новый термитник там появляются крылатые самцы и самки то есть единственные крылатые которые там бывают это вот самцы и самки которые вылетают чтобы основать новые термитники и с этим все равно они считаются естественно крылатыми раз у них крылатые формы есть длинные крылья когда у них сложены они на спине то выступают за конец брюшка но картинку крылатые самки я еще покажу основное население это рабочие термиты это значит недоразвитые самцы и самки отличаются от муравьев у муравьев практически все рабочие даже не практически всегда рабочие всегда самки то есть от муравей это женский монастырь самцы там появляются только до оплодотворение быстро дохнут муравьев ники это сообщество так сказать женщин правда рождает там у них одна женщина все остальные работают вот у термитного термита они примитивнее потому что там могут быть вот эти рабочие и самцы и самки но они тоже значит недоразвитые не способны они к рождению потомства и по всей видимости это в общем-то личинки у которых тормознули развитие предполагает что самка вот эта мать этого термитника она выделяет какие-то вещества которые тормозят развитие большинству вообще всем остальным значит термитом фактически это вот 15-летние где-то до в нашем понимании все это подростки которые все там работают на благосостояние всего этого огромного термитника покровы у рабочих мягкие непигментированные как правило все рабочие находятся в укрытиях в атмосфере в какой-то в которой много влажности только южноафриканские термиты имеют открыто рабу обитающих где-то рабочих которые такие черные у них в рабочих круглая голова слабо развитый грудной отдел на заднем конце брюшка у них церки то есть такие типа усиков наверно так сказать лучше с помощью которых они там тоже это ощущаю допустим могут этими церками друг друга трогать и так далее как правило рабочие термиты вообще слепые есть солдаты у термитов которые имеют сильно развитую головную капсулу мощные длительно длинные такие челюсти солдаты в основном воюют с другими насекомыми прежде всего с муравьями вот у термитов с муравьями жуткие войны потому что это насекомые ведущие сходный образ жизни иногда могут воевать между собой термиты разных видов как его муравьев муравьев между собой воюют разные виды муравьев постоянно о чем еще буду рассказывать некоторые солдаты термит могут иметь специальную железу в голове такие носатые солдаты и из этой железы они выбрасывают такую клейкую жидкость которая связывает движение врага то есть у них есть внутренние приспособления для того чтобы воевать с врагами вот примеры термитов пчел и муравьев часто у нас приводят сторонники кастового общества среди людей то есть говорят вот допустим муравьи они у них длительно социум существует далее термиты да у них явно существуют классы дескать это вот признак развитого общества у них даже классы друг от друга отличаются ну и тут два возражения можно сказать во первых да вот у термитов отличаются у людей нет вот если у термита мы сразу можем определить по внешнему виду какой касте принадлежит особь да а вот именно что у человека нет и у человека те самые богатые там или не знаю солдаты примерно такие же но он может там больше мускулатуру развить если он военный на это уже таскать у него развитие это у него не от рождения именно что получается что раз человек от рождения одинаковые то и права у него должны быть одинаковые к чему собственно пришло человечество которое сейчас везде предсказала права человека во всех конституциях декларациях прав человека написано что все люди рождаются равными то есть этот фундаментальный биологический факт что люди не термиты он у нас сейчас записан во всех конституциях и рано или поздно он приведет к ликвидации и кастового общества как такового то есть логика кастового общества какая что допустим от военных рождаются военные до от богатых рождаются богатые от бедных рождаются бедные но это несправедливо потому что все одинаково если мы с точки зрения биологии рассматриваем да второй момент почему термиты все такие дружные все сражаются за свой термитник потому что они реально происходят все от одной матери вот руководство термитов так которые у них действительно не работает а только есть это их реальная мать вот они сражаются действительно за ту которых породила и у нее есть работа она их рождает а царь это не наш отец то есть вот наши правители это скажем богатые там или властители до государств наших они же не наши отцы они пытаются эту использовать риторику дескать мы там ваши отцы матери так далее или там часто допустим так православие понимали что заповедь почитай своего отца распространяется на правитель это за прямо православие это тело пропагандировала но ведь это же ложь если у термитов понятно что они сражаются за собственную мать и кормят ее то нам наши капиталисты там или кто их там они нам не отец не мать и кормить моих не обязаны они нас не рождают никакой полезной функции для нас не несут и в этом плане тоже вот существование термитов показывает что человеческое кастовое общество противоестественно вот у них естественное кастовое общество они отличаются от рождения у них каждый выполняет свои функции у них нет каких-либо паразитов которые ничего не делает только жрут их руководство это действительно их родители которых они кормят за то что они их рождают ничего то есть похожего на то что пытаются в качестве кастового человеческого что не существует поэтому классовое общество людей это временное явление связанное с тем что не эффективно длительно с тем что человек не любит работать на полях у нас было аграрное производство чтобы его обеспечить нужно было принуждать часть людей то есть богомол он может допустим долго сидеть и ждать обезьяна нет вот чтобы на полях что-то взошло нужно долго долго ждать и работать пока она наконец зайдет и будет непосредственный результат вот чтобы загонять людей работать нужно было какая-то вот иерархия состоящая из жуткого насилия несли какой-то хинею в качестве религии представляет там всех богов какими-то жуткими существами только чтобы заставить работать так это временное явление мы сейчас от аграрного производства отошли и поэтому у нас естественно происходит демократизация у нас кастовое общество постепенно ликвидируется отмирает классовая в том числе и скоро совсем отомрет это у нас реакционное явление и нечего нас сравнивать с термитами возвращаюсь к животным значит термиты питаются растительной пищей главным образом деревьями чем они хороши и опасны питаться могут у них только рабочие вот казалось бы самые низшие у них по касте существо вот только она и питается вплоть до того что сами солдаты тоже питаться не могут у них ненормально развитой челюстью солдат способны они только драться этими челюстями а грызть ничего не способны поэтому чтобы солдат питался нужно чтобы рабочий его накормил прямо из самого из своего рта кроме того поскольку они медленно перерабатывают вот это вот деревья рабочие то термиты как правило питаются говном друг друга то есть вот один термит частично переработает древесину потом насрет другой термит жрет его говно потом дальше перерабатывает то есть в говне термита еще содержатся остатки древесины и так далее так вот эти самые солдаты которые казалось бы таскать кшатрии среднее звено да вот эти солдаты обычно чем занимаются они вылизывают задницы рабочим и так вот питаются потому что вот у рабочих в говне есть еще питательные вещества то есть у них так называемая средняя каста каста воинов до который у нас считается выше чем рабочих она в основном занимается тем что ходит и вылизывает задницы рабочим то есть человеческим обществом это никак нельзя сравнить да то есть вот эти самые полицейские у термитов или там армии их просто вот ходит и все время жрет говно собственных рабочих там рабочие получают как раз главный хотя они самые примитивные как раз они работают больше всего рабочие также кормят личинок они разводят грибов потому что проще кормить личинок грибами и поэтому личинок они часто своими грибами кормят что касается матери то она целуется со всеми своими детьми она питается выделениями слюнных желез своих рабочих этот мать которая там сидит они все время целуют и она выпивает просто их слюной больше ничем питаться не может вот такое общество у них весьма странное по нашим понятиям они все поголовно говноеды и жрут говно из задницы своего брата помимо всего этого они разводят грибы них есть сельское хозяйство у них грибные сады внутри городов город этот термитник только снаружи внутри там у них еще под землей огромные подземелья и вот там в частности они грибы разводят обычно плесень иногда даже бывают такие специальные грибы именно термитные как правило грибы они разводят для маленьких грибами они питают своих личинок которых нет еще аппарата ротового так как у рабочего но все таки обычно термиты едят сухую древесину причем клетчатку они не могут переваривать у них нет целлюлазы у них кишечники живут простейшие и пермастигна жгутиковую которых я ранее рассказывал они разрушают целлюлозу а потом термиты переваривают своих простейших вот именно поэтому них идет медленно пищеварение то они загружают себя древесиной в кишечнике начинает переваривать згутиков эту древесину потом уже скалом эти жгутиков и выделяется потом второй термит ест你在 жгутиковых, которые вышли скалом. Вот поэтому у них такое пищеварение даже, а у них одно пищеварение получается на весь термитник. В то же время известны тараканы, которые тоже питаются древесиной, за счет того, что у них есть вот эти жгутиковые. Это еще один признак, что термиты происходят от тараканов. Кроме того, термиты могут иметь возможные симбиотические бактерии, которые фиксируют азот, то есть у них там в кишечнике тоже довольно много всяких симбионтов. Ну, кстати, как и у нас, у нас микрофлора кишечника тоже развитая. Ну, в основном, так сказать, древесины и другие всякие у них могут быть тоже типа питания. Ну, как правило, они любят, чтобы все-таки она была сухая. Даже вот траву, если они едят, то сухую. Солому они живут активно. То есть зеленые как бы растения, они тоже не склонны есть, как правило, вот они мертвые, там дерево или еще что-нибудь пожирают. Значит, термитник начинает формироваться, когда вот они выпускают крылатых самок из самцов. Вот она. Они находятся в гнезде, рождаются крылатые, когда они считают, что нужно новый город основать. И они там долго могут тоже оставаться, они их кормят, пока не установится благоприятная температура и влажность для основания нового города. Вот в благоприятный период они делают дырки в своем термитнике, через которые в большом количестве вылетают крылатые термиты и самцы, и самки. Они в воздухе образуют такие клубки и в этом воздухе в самом они встречаются и спариваются, совокупляются прямо в полете. После того, как они совокупляются, они немедленно обламывают крылья и поскольку их много, то в местах, где много термитов, там бывает прямо поверхность почвы вся покрыта обломанными крыльями термитов, когда у них вот этот лед идет. Но надо сказать, что при этом их не защищают их воины, у них слабые оболочки у этих самцов и самок, поэтому когда вот этот лед у них идет, когда они особенно падают на землю, их там поедают всевозможные насекомые, птицы и так далее. Вот они выходят охотятся на этих термитов. Именно поэтому термитник выпускает много их, большие их партии, потому что большую часть съедят. Те, которые при этом выжили, они вдвоем, самец и самка, выкапывают ямку. В эту ямку залазит самка и начинает откладывать яйца. Из яиц выходят первые личинки, первых личинок совместно кормит у них самец и самка. Когда эти личинки вырастают, они становятся рабочими и начинают создавать, развертывать их в социальную систему. То есть они в первую очередь начинают строить это самое гнездо, добывать пищу, тогда они уже сразу начинают кормить своих отца и мать, развивают солдат, которые осуществляют защиту от насекомых, всего этого места, и вот тогда уже их трудно очень взять. То есть какие-нибудь там пауки и прочие многоножки, конечно, штурмовать термитник не решаются, их просто вот эти самые воины их уничтожат уже на подходе. Больше всего у них охраняется самка, конечно. Ну так вот, значит, самка, она была в молодости-то хорошая, она летала даже, подвижная, она была быстрая, детей кормила. Однако, когда она уже создала термитник, она практически не движется, становится очень толстая. У нее огромное брюхо делается, она ничего не делает, только рождает. Вот они все время подбегают, ее кормят своей слюной, она все время рожает, рожает, рожает и новых термитов. Рабочие оттаскивают этих личинок, которые быстро вылупляются из яиц и тут же начинают их кормить грибами. Ну вот считают, что самка выделяет вещества, которые задерживают развитие рабочих и солдат. Телергоны они называются. Вот если действительно, значит, самка считает, что она уже старая, ну не считает, как же, если самка стареет, да, или если очень большой у них город, и они прокормиться не могут, она перестает выделять эти телергоны, и из ее личинок начинают уже вылупляться самцы и самки с крыльями, способные основать новый термитник. Плодовидность у нее огромная, по максимуму она за сутки три тысячи яиц выпускает, она вообще ничего не делает, неподвижная, все, ее полностью кормит, она только выдает из себя вот эти самые яйца. А плодотворит ее раз в жизни, то есть ее самец плодотворил раз в жизни, потом она миллион может термитов родить после одного только полового акта и вот полностью заселить термитник, по три тысячи в день. Вот если она погибает, тогда из личинок самостоятельно выделяются новые самки, тоже такое может быть, называются самки-заменительницы, вот они не летают, а тоже приступают сразу к размножению, то есть в принципе без самца они тоже могут, но генетически для развития лучше половое размножение, поэтому если у них нормальные условия, то если самка преждевременно не погибла, то они половое размножение устраивают, то есть вот этот вот лед термитов. Однако такие самки-заменительницы, они точные копии своей матери, они вот такие же с жирным брюхом и ничем не занимаются, кроме яиц. Термитники, дома которые возвышаются над травой, термитники гораздо крепче муравейника, они сделаны из глины, поэтому в принципе там кирпич, они их практически сломать невозможно, то есть даже человек, даже млекопитающий не может сломать термитник, он твердый очень, в отличие от муравейника, который может разорить какая-нибудь лесное какое-нибудь животное. Термитник это только крыша, основное у них под землей, там у них личинки, там у них это самая царица, для царицы они создают самые идеальные условия, они ее храняют, там много рядов солдат охраняют, и вот там, где царицу они таскают, если нужно, и она у них в условиях самого лучшего такого климата находится, чтобы вот только рождало и рожало только. Где-то там под землей они еще и разводят грибы, для своих личинок. Суть термитника, естественно, в том, что они насекомые, и поэтому они высыхают, поэтому, чтобы их много-много-много было, их там миллионы может быть, нужно построить сооружение, которое защищает от высыхания, то есть термитник обеспечивает микроклимат и влажность, самое главное. Поэтому часто он вытянут с севера на юг, чтобы он не перегревался солнцем. Он может быть коническим, термитник, разные формы, грибовидным может быть, в виде такого гнезда на дереве может быть тоже термитник. Может быть невысокий, но иногда может быть очень большие, то есть в Индии может в термитнике скрываться слон, в каком-нибудь старом, заброшенном, где нет термитов, естественно. То, что эти сотни тысяч солдат, они и слона способны выгнать. Но зависит от влажности. Если влажность высокая, то они большой не делают. Если влажность высокая, они могут на дереве даже поселиться. Если низкая влажность, то им нужен большой дом. Закаспийский термит, вообще вот наши термиты, которые ближе к нам живут, то есть в более холодных районах, больше делают гнезда внутри, то есть наверху незаметно, что, а вот они зарываются внутрь, потому что пустыня и влажность там у них внутри. До 12 метров они роют подземелья и тогда заселяются они под землю, если сухо совсем на поверхности. Ну, вот, кроме того, как правило, они куда-то ставят их, где есть грунтовая вода близкая. Непосредственно с водой они тоже не могут контактировать, трахеинодышащие насекомые, оно потонет. Им нужна именно влажность, чтобы вода была где-то рядом, но не через термитник протекала. Помимо термитов, там живет большое количество термитофилов. Это очень много насекомых, то есть как бы вот у них такой город, да, в основном они там все устраивают, работают, но у них много домашних животных. Эти термитофилы часто выделяют различные вещества, которые с них слизывают термиты. Вот такое же явление есть у муравьев и разные позиции были. То ли считают, что вот эти термитофилы выделяют наркотики. Была такая гипотеза, да, что эти вещества термитам не нужны, но привлекательны для них. Ну, есть гипотеза, что это симбиоз, то есть что вот всевозможные вот эти животные, мелкие, другие, они выделяют вещества, которые нужны термитам, всякие там витамины для термитов и так далее, которые термиты не могут производить, поэтому термиты их у себя и держат. И слизывают у них там с брюха всякие вот эти, всякие эти, облизывают им, короче, брюшни, брюшки им. Ну, наиболее известная еще муха термита Ксения. Она выглядит практически в точности как термит, и она в состоянии термита обмануть и получать от них пищу. Ну, термита Ксения, скорее всего, поразит. То есть эта муха, она походит внешне на термита, термиты принимают ее за своего и кормят ее так же, вот как, допустим, солдата. Она на солдата похожа, потому что солдатов кормят на халяву, они не могут сами питаться. Ну, возможно, другие тоже как-то вот так могут, но некоторые там совсем не похожи. Там много, допустим, долгоносиков термитники, которые питаются всякими там отбросами этих термитов, доедают это говнозы термитов, всевозможные там микроорганизмы же. Там же они много органики стаскивают, там расцветает микрофлора. Если бы термиты сами, значит, заниматься не хотят этим, да. Получаются вот эти долгоносики всякие, они как уборщики у них уже работают. Если бы не было этих уборщиков, то термитник бы говном, бы весь там всякими отходами был переполнен, как вот наш город, если наш город не убирать, да. Вот у нас бы все было замусорено. Соответственно, у них там есть мусорщики, которые не термиты даже. Паразитов, причем практически не, значит, зафиксировано. Видимо, там они за этим следят. В то же время там могут быть клещи кровопийцы на термитах, могут кровь пить. И глисты могут быть у термитов. Но так как вот термиты вылизывают друг другу задницы, то глисты, естественно, хорошо распространяются там. Термиты, во-первых, в тропиках это неизбежное звено экосистемы. Термиты как раз в основном уничтожают деревья в тропиках. Понятно, что если дерево погибло, там набрасывается много грибов, всевозможных насекомых, чернистоногих, клещей и так далее. Но вот конкретно в тропиках, поскольку термитов очень много, они действуют организованно, имеют огромные города, в тропиках уничтожают деревья, как правило, именно термиты. Термиты в тропиках питаются исключительно вот этой мёртвой древесиной, в связи с чем они её перерабатывают и обеспечивают плодородие тропической почвы. А деревья там большие, и все они, естественно, тоже смертные, как и всё живое, и поэтому, чтобы когда дерево погибло, быстро его уничтожить. Это вот целый термитник, там миллионы выходят термитов, и всё у них там, всё отработано, как это дерево уничтожить, перетащить свой термитник и там его жрать. Это раз, но в то же время у нас люди тоже строят деревянные дома, и из-за термитов, вот в тех местах, где они господствуют, невозможно деревянные дома строить. За несколько лет они деревянный дом съедят. Не спасает, допустим, каменный фундамент. Они способны построить галереи, подняться по каменному фундаменту, найти, где всё-таки в доме деревянные конструкции и их съесть. Часто же эти все конструкции несущие, то есть, допустим, она держит потолок, вот термиты съедят, потолок рухнет, и это там регулярно происходит. Провалываются пола, вот пол же у нас тоже деревянный, вот если бы у нас термиты жили, у нас бы регулярно термиты ели пол. Естественно, термиты едят мебель деревянную. Вот когда европейцы заселились и начали традиционно всё там делать из дерева, вот они узнали, где раки зимуют в этих районах. Едят они всю мебель. Естественно, они едят книги. Кстати, возможно, в Индии, почему они все эти свои философские произведения наизусть запоминали, и исторические там, и прочие, всю литературу. Потому что, если бы они её записали, то это съели термиты. Они это записывали, но от индийской культуры осталось мало письменных памятников. Но вот это термитный район. А в основном индусы говорят, что они наизусть запоминали. Кстати, сейчас критикуют. Непонятно, из каких источников взято. Якобы они передавали веками, а с какого века передавали, непонятно. Да, письменных источников, получается, нет. Поздно записали. Но, вероятно, вот из-за термитов. То есть, пока они не разработали систему постоянного переписывания этих документов, у них все эти документы съедали термиты, поэтому индусы наизусть их заучили. В близких к нам районах термиты есть в Средней Азии, Закаспийский термит, и вот он, Туркестанский термит. Ну, по сравнению с тем, что в Индии это, конечно, бледная тень, они небольшие холмики строят, в основном зарываются в землю, то есть гигантских термитников со слона размером у них нет. Прокладывают какие-нибудь галереи в кустарниках. Тем не менее, в Средней Азии они способны разрушать тоже постройки, эти самые туркестанские термиты. В Средней Азии строили длительные самана, это кирпич из глины с соломой. Вот солома термита интересует. Солома, он есть в состоянии, поэтому они ели там дома. Также деревянные перегородки, здание термит может есть среднеазиатский, вплоть до того, что они разрушали там фабрики. Когда начали там, в 19 веке, русские появились, начали строить заводы, как по русским технологиям. Вот там иногда термиты способны были перекрытие фабрик перегрызть, и фабрика вся рухнула из-за термитов. Ну и там часто даже и не видно, то есть кажется, что держатся там, внутри термит уже все сажают. Поэтому, что там в Средней Азии творится? Травят почву, заливают бетон, фундамент, имеют специальные противотермитные составы, которые пропитывают деревянные части зданий, избегают всяких деревянных шпал, подпочитают железобетонные, ну и также, да, разрушают термитники всякий раз, как их видят, ведут наблюдение, не начали ли термиты грызть какое-нибудь здание и так далее. Ну, в Индии и в Африке серьезные проблемы, постоянно с ними борются, потому что перевести там все на камень тоже проблематично, на кирпич. Имеется средиземноморский термит на юге Украины, Молдавии, но он не способен никакое здание грызть, он совсем мелкий и немногочисленный. На Кавказе могут быть термиты. Нашли переходные формы между термитами и тараканами, и поэтому, уверенно, термиты произошли от тараканов, то есть вот это тараканы, которые создали общество, города все-таки. Непонятно, вот, связь с муравьями, не знаю, по образцу муравьев, наверное, построили города, но, в общем, вот такое параллельное развитие. Тараканы смогли даже вот до уровня, примерно, муравья подняться, хотя меньше, муравей гораздо сложнее, и пчела, муравей и пчела имеют более сложную некую социальную жизнь, коммуникации, там, устройства и так далее, о чем я еще расскажу.